Всем доброго времени суток! Рада приветствовать вас на своем канале. С вами снова я, Марина Соловьева. И сегодня я покажу вам кое-что из моих работ, то чем я увлекаюсь. Вот это первое, которое вы видите работу, это работа частично вышитой снегири. Крупным планом, если посмотреть, то вот только вот снегири вышиты, вот этот снегирь уже был здесь нарисован. А вот этих снегирей и рябину я вышивала сама. Следующая моя работа была такая, это называется умиление. Вот такая работа, она вообще-то идет работа, вышивка конвой крестика. Но я первый раз, вот самую первую работу, попробовала вышить ее бисером. Ну, в рамочку сделала и немножко это у меня пудрой припудрено, чтобы не был тон просто белый. Сделала его, немного затемнило, затонировала. Еще у меня такая работа вот панды. Точно так же мне вот понравилось, что смотрела, девочки делают картины, вышивка лентами и закрашивают тон, чтобы тон был какой-то определенный. И я вот решила тоже попробовать, мне понравилось, что оно немного так затонировано. И следующая картина. Вот я сама сделала даже рамочку. Здесь это картина школьница. Слышала, что если вышить картину, то решится какой-то определенный вопрос, так если можно сказать затруднение. И у нас были в школе небольшие проблемки. Я нашла как раз в то время вот такую картину. Мне понравилось, я решила испробовать. И ровно месяц я ее вышивала. И через месяц, когда я закончила, у нас все стало нормально. Еще вот такие вот в оформлении букетики делала. Но цветочки делала я не сама. Купила готовые. Хотела сделать дерево вот в эту вазочку. Вазочка куплена отдельно. Но потом решила, спустя уже года два наверное, решила сюда сделать цветочки. Понравились очень. На рынке цветочки купила. И вот если так поближе посмотреть, вот здесь посадила птичку и бабочку. Вот в оформлении очень интересно смотрится. Еще немного поменьше. Точно такая же птичка и бабочка. На букетике в базончике стоит. Но все это видно, что это очень маленькая. Вот это из того, что я вам хотела показать. То, что сделано у меня своими руками. А еще я приобрела вот такие контейнеры. Это в рыболовном магазине. Открывается. Это я для бисера. У меня очень много бисера. И хочу его распределить по ячейкам. И вот этот вот открывается он. Вот этот вот открывается. И точно так же вот открываются ячейки. Как контейнер. Вот так можно использовать для хранения бисера. Особенно если те, кто вышивает много, наверное, крупные картины, то по цветам, по оттенкам можно бисер сюда складывать. Единственное, что не очень много его входит бисером. Это то, что я приобрела для хранения своих бисером. Подписывайтесь на мой канал. Очень хорошо, ребята. Подписывайтесь на наш канал.